Под Новым Заветом Благодати мы говорим об отказе от упования на свои собственные усилия и поведение. Мы говорим об отказе от упования на то, что мы можем сделать для совершения дел, вместо этого, вера в то, что мы все принимаем по вере. С этого момента, под Новым Заветом Благодати, важно не то, что мы делаем, а то, что было сделано для нас. Понимаете? Праведность по закону гласит «делай», но праведность по вере сделана. Давайте я скажу еще раз. Праведность по закону гласит «делай», но праведность по вере сделана. Потому что под законом всегда важно то, что ты можешь сделать, но под Благодатью Божьей всегда важно, что Иисус уже сделал. Вот поэтому для нас так важно изменить время. Изменить время с того, что вы можете сделать на то, что уже Иисус сделал. Что ни возьмите, ваше исцеление, ваше освобождение, ваше преуспевание. Всегда суть в том, что Иисус сделал под этим Заветом Благодати, а не то, что можете сделать вы. Слишком многие люди до сих пор понятия не имеют о том, как сделать так, чтобы преуспевание в каждой области их жизни проявилось там, где они прямо сейчас. Для людей это до сих пор проблема. А причина, почему эта проблема в том, что, как я уже сказал, мы не поняли и не признали важность того, что мы под Благодатью. И праведность теперь, поверьте, Благодать доступна нам во всем, что когда-либо нам понадобится. Суть не в том, что Бог собирается сделать для нас, а в том, что Он уже сделал. Однако мы продолжаем обращаться к Богу так, будто Он только собирается что-то сделать. А это праведность под законом, гласящая «делай». Под законом я делаю что-то, чтобы Бог что-то сделал. Делаю что-то еще, чтобы Бог что-то сделал. Делаю еще что-то, чтобы Бог что-то сделал. Однако при Новом Завете, если вы что-то делаете, пытаясь побудить Бога что-то сделать в ответ, это уже не действие веры, а действие сомнения в чистом виде. Почему? Потому что вы не верите в то, что все уже сделано. Таким образом, ваш шаг в попытке сделать что-то по вере, при том, что вы не верите в то, что это уже сделано, на самом деле шаг сомнений. Всем понятно, что я говорю? Таким образом, вот что вам надо понять. При этом в Новом Завете благодати время изменилось. Не будет сделано, а сделано. Не так, что я сейчас что-то делаю в попытке убедить Бога что-то сделать для меня, но Иисус уже все сделал, и все совершено. Иисус совершил дело. Все уже сделано. Суть благодати в том, что Бог так сильно возлюбил нас, что сделал благословения доступными для нас, как благоволение, незаработанное, незаслуженное благоволение. Все необходимое для жизни — это важное утверждение. Все необходимое для жизни благочестие стало доступным нам. И Библия говорит, что мы причастники божеского естества через эти драгоценные обетования. Так что я верю, что получу все необходимое для жизни. Как вы думаете, благодать Божья сделала все благословения доступными для вас, за исключением финансовых? Все будет благословлено, за исключением ваших финансов? Если посмотрите на одну эту сферу вашей жизни, финансы, то окажется, что она влияет на все остальные сферы вашей жизни, на ваши отношения, на ваши эмоции, на ваши счета, на ваш комфорт и прочее. Господь, разбираясь с этим, говорит, «Я точно покажу тебе, что необходимо сделать. Я покажу тебе все, что Иисус сделал для тебя доступным по благодати, и то, что тебе необходимо сделать для того, чтобы принять то, что было сделано, и проявить это в своей жизни». Все, о чем мы говорим, должно измениться в плане времени. Мы уже не под законом, мы под благодатью. Все уже сделано. Что бы вы ни упомянули, все уже сделано. Все уже сделано. Все уже сделано. Когда вы переходите от «это уже сделано» к следующему, «я должен сделать это, чтобы Бог сделал вот это», вы переходите к сомнению и неверию. Вы отходите от веры и проявляете непослушание вере. Непослушание вере означает, что вы не согласны с тем, что вы уже приняли по вере. Вы не согласны с тем, что вы праведны по вере. Если вы начинаете предпринимать что-то, чтобы быть праведным, Вы приняли свою праведность? Аминь? Приняв праведность по вере, вы наделены силой от Бога делать все то, что вы безуспешно пытались делать. Вместо того, чтобы верить и принимать, мы главной темой сделали. Будете ли вы грешить или нет? Это что, значит, что мы можем грешить, раз у нас есть благодать? Нет. Если решите сделать что-то глупое, эта глупость вернется к вам, понятно? А если будете слушаться Святого Духа, Он научит вас, как жить благочестиво. Он покажет вам, как жить должным образом. Понятно? Итак, послание к римлянам говорит нам о том, что под этим заветом благодати мы имеем доступ к жизни в Духе. Мы теперь имеем доступ к Святому Духу, который будет вести и направлять нас. Хвала Господу! Мы имеем доступ к закону Духа и жизни во Христе Иисусе, который освободит нас от закона греха и смерти. Закон греха и смерти, как и закон гравитации, всегда в действии. Гравитация всегда действует, круглые сутки, всю неделю. Так и закон греха и смерти, всегда действует, круглые сутки, всю неделю. Однако же, если применен больший закон, к примеру, закон подъемной силы, то хотя закон гравитации по-прежнему в действии, закон подъемной силы преодолеет закон гравитации. Понятно? При взлете самолета действует закон подъемной силы, включайте двигатель, и в конечном итоге оказывайтесь на высоте 9-10 километров. Однако, если вы выключаете двигатели, то обнаружите, что закон гравитации никогда не переставал работать. Показалось, будто он перестал работать, поскольку вы были под действием большего закона. Однако он продолжал действовать, и вы в этом убедились, выйдя из-под действия большего закона. Так же и с законом греха и смерти. Он действует все время, но вы этого не видите, пока вы под действием закона Духа Жизни во Христе Иисусе. Находясь под его действием, вы поднимаетесь над законом греха и смерти. Выйдя из-под действия закона Духа Жизни, вы убедитесь в том, что закон греха и смерти по-прежнему действует. А это значит, постоянно питайте себя Словом Божьим, слушайте Слово Божье, размышляйте о Нем, доверяйте Богу, верьте Ему, ходите с Ним. В этом случае вы будете над грехом, и у вас не будет никакого интереса к Нему. Почему? Потому что вы под действием большего закона. Так же точно я не заинтересован в том, чтобы упасть в небо. Поэтому выключать двигатели я не буду. Я не заинтересован в том, чтобы самолет упал и потерпел катастрофу. А ну-ка, какие ощущения бывают при крушении самолета? В этом я совсем не заинтересован. То есть, если вы под действием большего закона, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Я соединен с законом Духа Жизни во Христе Иисусе. И Библия говорит, что этот закон освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти действовать не перестал. Но я теперь под действием большего закона, который освободил меня от закона греха и смерти. Вам понятно, что я говорю? Я под действием большего закона. Если вы под действием закона веры, если вы под действием закона любви, если вы действуете под благодатью Божьей, то вас больше не интересует курение травы. Вам не хочется ни с кем лечь в постель. У вас на все это нет времени. Почему? Потому что вы теперь на более высоком уровне. Вы достигаете такого уровня истины, что когда кто-то подходит к вам и спрашивает, «Думаешь, что ты лучше нас?» «Думаешь, ты выше нас?» Вы отвечаете, «Да, лучше и выше». Хочешь в этом убедиться? Я утверждаю, лучше и выше. И делаю это в здравом уме. Слава Богу. Итак, восьмая глава послания к кремлинам начинает говорить нам о свободе в духе. О свободе в духе, когда мы под действием большего закона. И кажется, что закон греха и смерти перестал действовать. Но он действовать не перестал. Он продолжает действовать. Однако дело в том, что мы под этим законом. Мы не замечаем его действия, поскольку мы над ним. Если вам это понятно, скажите «Аминь». В этой главе мы начали разговор. Четвертый стих. Чтобы оправдание, праведность закона, исполнилось, исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Я вам сказал, что нам не надо беспокоиться об исполнении закона, потому что в день нашего рождения свыше, благодаря тому, что сделал Иисус, праведность закона исполнилась в нас. Это произошло в день, когда мы получили спасение и исповедали Иисуса Господом в своей жизни. Для того и был дан закон, чтобы вы знали, что своими собственными усилиями вам его не исполнить. Вам необходим Иисус. Слава Богу, поскольку у вас есть Иисус, праведность закона исполнилась в вас. Аминь. Пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Когда вы живете по плоти, ваш ум настроен на дела плоти. Мышление, идущее против Слова Божьего, это плотское мышление. Мышление в согласии со Словом Божьим, это духовное мышление. Когда ваш ум настроен согласно Слову, вы живете по духу. Продолжая, апостол говорит, «Помышление плотское — суть смерть». Плотский ум — это ум, настроенный против Слова Божьего. Плотский ум — это ум, который постоянно оказывается в согласии с пятью органами чувств. Если у меня плотский ум, я в полном согласии с тем, что вижу, с тем, что я чувствую, и мы знаем, что не должны находиться под водительством органов чувств. Они даны нам, чтобы обеспечить защиту на этой земле. Чтобы вы знали, когда что-то слишком горячо, или чтобы вам увидеть автобус при переходе улицы. Слава Богу за это. Не становитесь настолько духовным, чтобы говорить, «Мне не надо видеть, не надо обонять, не надо слышать». Все это необходимо нам. Органы чувств — дар от Бога. Однако нам надо подняться над ними. Слава Богу за то, что мы можем видеть, слышать, осязать, обонять. Слава Богу за это. Но я не должен позволить органам чувств руководить мной. В физическом мире, пока я на этой планете, они хорошие помощники. Мне необходимо ощущать температуру, ощущать запах гари. Мне надо знать, что я ощущаю. Но мы говорим об уме, настроенном на Слово Божье. Помышление плотский — суть смерти, а помышление духовное — жизнь и мир. Дальше. Седьмой стих. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Они угодить Богу не могут. Библия говорит, что для того, чтобы угодить Богу, у вас должна быть вера. Когда вы живете по плоти, веры у вас нет. Римлянам 8.8. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Нам надо отвергнуть плотское мышление, чтобы под водительством Духа Божьего жить так, как угодно Богу. Жить христианской жизнью собственными способностями не просто трудно, а невозможно. Вы это уже знаете. Христианство работает только тогда, когда Дух Божий живет в человеке и контролирует его, давая ему сверхъестественную способность. Девятое стих. «Но вы не по плоти живете, а по Духу». Скажите, «Я живу по Духу». Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Мы говорили об этом. Сейчас повторим. Жить в плоти и по плоти есть разница. Жить в Духе и по Духу. И об этой разнице мы говорили. Рожденный свыше человек не может пребывать в плотском, но может жить по плоти. Потерянный человек не может пребывать в Духе, хотя может пытаться жить по Духу. В плоти и в Духе относятся к фиксированной позиции во Христе или вне Его. По Духу и по плоти относятся к тому, что мы используем как стандарт поведения или к тому, на что мы соглашаемся в конкретный момент. Одиннадцатый стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьей». Кажется, на этом мы и остановились. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьей». Хорошо, сегодня начнем с этого места. Означает ли это, что я не сын Божий, если я не вводим Духом Божьим? Нет, потому что вы стали сыном Божьим, когда что? Когда вы родились свыше, верно? Есть немало людей, рожденных свыше, которые не вводимы Духом Божьим. Знаете, по правде сказать, никто не вводим Духом Божьим совершенно и все время. Вот чего не надо делать. Не надо заявлять. «Ты вводим Духом Божьим?» «Нет». «Тогда ты не сын Божий». Нет, это работает не так. Вы сын Божий или дочь Божья, поскольку рождены свыше и исповедали его Господом в своей жизни. Именно это и делает вас сыном Божьим или дочерью Божьей. Не так, что «Ну да, может, вы и рождены свыше, но раз вы не вводимы Духом Божьим, полной уверенности в этом нет». Быть вводимым Духом Божьим доступно любому рожденному свыше человеку. Возможно, мы не используем ее, но она открыта для нас, если мы прибегнем к ней. Ни в коем случае Павел не имел в виду, что вводимы ли вы Духом Божьим определяет, рождены ли вы свыше. Апостол имел в виду следующее. Поскольку вы рождены свыше, у вас есть доступ к тому, чтобы быть вводимым Духом Божьим. Итак, нам следует воспользоваться преимуществом быть вводимыми Духом Божьим вместо того, чтобы использовать Писание для того, чтобы говорить людям, «Раз ты не вводим Духом Божьим, я могу тебе сказать, ты даже и не спасен». Павел говорит не об этом. Мистер Совершенный, успокойтесь. Вам понятно, о чем речь? Этот дар доступен нам. Узнав же о том, что он вам доступен, используйте его. Посреди искушения запаниковать, возьмите себя в руки и скажите, «Отец, я знаю, ты во мне. Господь, веди меня, покажи мне, что я должен делать». Научитесь пребывать в покое в своем тождестве. В том, кто вы есть. Я Сын Божий, я Дочь Божья, а потому я Вадим, Вадима Духом Божьим. И не пытайтесь сами вырабатывать в себе мысли. Господь сказал мне сделать вот что. Подождите. Я хочу подробно разобрать этот вопрос. На это не уйдет весь вечер. Давайте я спрошу вас, как вам узнать, Вадим ли вы Духом Божьим или нет? Каков признак водительства Божьего? Долгое время люди ожидали услышать что-то от Бога в своих мыслях. Мы знаем, что не можем услышать Бога вот этими физическими ушами. Поэтому нет никакого смысла сидеть и дожидаться. «Я услышал Бога, а ты...» Нет, Бог не говорит так. И не будет говорить с вами таким образом. Вы, наверное, слышали такое? Первая мысль, она и есть от Бога. А вот вторая — от дьявола. Вовсе нет. Нет, нет. Если вы в единстве со мной, вам понятно, что я говорю. Когда Бог говорит вам, послушайте, это знание. Вы знаете, что делать. У вас было так? Вы вставали утром и просто знали, что делать. Сегодня я просто знаю, что делать. Не обязательно, потому что вы, проснувшись, что-то услышали от Бога. Что-что? Нет, вы проснулись, и у вас уже было знание, что делать. Обращайте внимание. Начните обращать внимание на знание в вас, что делать. Я знаю, что делать. Смотрите, если вы попытаетесь вербализовать это, не знаю, как и почему, но каким-то образом я знаю, сегодня надо сделать вот что. Я знаю, сегодня надо сделать вот что. У вас есть сильное побуждение сделать это сейчас. Иногда бывает так, мы не делаем этого сразу же, медлим, откладываем. И вот одно из подтверждений, на следующее утро вы просыпаетесь, а побуждение остается. И в конце дня оно по-прежнему у вас есть. Вы забыли о нем, потом вспомнили, и оно по-прежнему остается. Я все еще тут. Я знаю, что делать. Нам надо начать жить, обращая внимание на это. Я знаю, что делать. Вот как Дух Божий будет вести вас. Обратите внимание на то, что сказал Бог. Разве Он не сказал, что будет использовать ваш рожденный свыше Дух, как светильник? Светильный Господень — Дух человека. А каково предназначение светильника? Показывать, куда надо идти, и куда не надо. Бог сказал, что будет использовать ваш Дух. Он поместил его в вас, и Он в вас. Вы знаете, что делать. И что происходит? Когда вы делаете сообразно своему знанию, согласно тому, что вы знаете, что тогда происходит? Ваш духовный человек, истинный вы, используется как светильник. Если будете обращать внимание на побуждение от Духа, вы достигнете состояния, когда направления станут очевидными. Вы будете получать озарение и подобное. Если христиане начнут действовать согласно этому внутреннему знанию, перестаньте усложнять себе задачу. Я еще ничего не услышал. Не услышали, потому что слушайте этим и этим. Слушайте совершенную часть себя. Ваш рожденный свыше Дух соединен со Святым Духом, и вам открыта вся мудрость и все наставление. Обращайте внимание, когда вы знаете, что делать. Вы просто знаете, что делать. С вами бывало такое? Пожалуйста, правильно поймите то, что я скажу. Встав сегодня утром, я знал, что делать. Я знал, что должен отдать в церковь определенную сумму денег, и не мог дождаться вечера, чтобы это сделать. Я знал это. И я знал, что должен сделать это сегодня, потому что позавчера я впервые распознал в себе это желание. Вам понятно? Я знал, что должен это сделать. поскольку я это знал позавчера, и я знал, что сделать это надо было не вчера, а сегодня. Поэтому я не позволил чему-либо помешать сделать это сегодня. Так действует Бог. Поэтому следите за желаниями своего сердца, когда вы знаете, что делать. Когда приходит время сеять в жизни людей, я знаю, что мне делать. У меня нет по этому поводу страха или чего-то подобного. У меня желание это сделать. Такое ощущение, что Бог вложил желание глубоко в меня. Я знаю, что делать. Если вы спросите меня, объясните нам, как это, зная, что делать, то единственное, как я это могу объяснить, Бог использовал мой дух как светильник, зажег его в день, когда была передана информация, и я знал, что делать. Я вижу, что мне делать, а раньше этого не видел. Я вижу то, что раньше в своем духе видеть не мог. Вам понятно? Я стараюсь описать. Для того, чтобы артикулировать это правильно, вам надо довериться Богу. Если будете так поступать, у вас будет успешная жизнь, поскольку вы будете следовать своему духу, который следует водительству Святого Духа. На самом деле, это ключ к Новому Завету. Жить по водительству своего духа, который находится под влиянием Святого Духа. Поэтому Бог запечатлел ваш рожденный свыше дух Святым Духом. Ваш дух — это совершенная часть вас, и это единственная часть вас, которая способна успешно ввести вас в жизнь. Однако для этого мы должны уделять своему духу внимание. Мы же уделяли его своему телу, уделяли внимание своей душе. Но когда приходили побуждения от Духа, мы говорили, «Не знаю, откуда это, и не стану этого делать». А ведь ваш дух — это успешная часть вас. Аллилуйя! Отец, благодарю Тебя за то, что каждый из членов наших церквей, каждый из наших друзей, все наши сотрудники. Благодарю за то, что все мы будем жить по водительству нашего рожденного свыше духа, который водим Святым Духом. Вы готовы так жить? Скажите, «Я водим Духом Божьим». Я доверяю пути благодати. Кто-то скажет, «Минутку, а что если в вас войдет дьявол, и что-то скажет вам?» Это может быть только в случае, если вы не спасены. Если же вы рождены свыше, дьявола доступа в ваш дух нет. Ваш дух был пересоздан. Вы теперь новое творение во Христе Иисусе, и можете доверять своей совести. Вы можете доверять своей совести, потому что вы рождены свыше. В вашем рожденном свыше духе нет никакого изъяна. Перед тем, как вам пойти на небеса, не будет никакой полировки вашего духа. Ваш рожденный свыше дух совершенен. В нем нет никакого изъяна. Вы в своем рожденном свыше духе совершенны. Аллилуйя, как Иисус. Вы готовы к небесам и уже посажены там. Как я вам уже говорил, то, что вы, будучи новым творением, пойдете на небеса, даже не предмет дискуссии. Я сомневаюсь. А вдруг я сделал такое, чем отменил свое вечное предназначение? Нет, вы уже на небесах. Но что насчет того ужасного поступка, что я сделал? А это случай ошибочного тождества. Верьте или нет, но это часть, по которой люди больше всего спорят со мной. Я им говорю, Иисус полностью освободил вас. Они отвечают, не может такого быть. Мне нужен мой грех, чтобы делая его, я чувствовал осуждение. Освободитесь. Ведь говоря, мне надо грешить и чувствовать осуждение, знаете, что вы говорите? Я не пойду путем благодати. Я не верю в то, что Иисус уже сделал. Я чувствую, что мне надо решить эту проблему. Праведность в законе, это когда вы должны были все делать. Девятая глава послания к римлянам говорит об истинном семени Израиля. И оно не от физического тела Авраама. Бог говорил об обетованном семени Авраама. И если вы прочтете девятую главу, мы ее прочтем, если когда-нибудь закончим восьмую. Мы ее читаем уже четыре раза, не так ли? Если вы не будете осторожны, то, читая девятую главу, придете к выводу, Бог возненавидел тебя еще до твоего рождения. Или это Бог заставил тебя сделать это. Нет. Библия во втором стихе первой главы первого послания Петра говорит о предвидении Бога, о том, что Он все знает заранее. То есть, Он знает, когда, кто и что выберет. Поэтому Он избирает людей по предвидению, а не по предопределению. По предвидению. Я закончу восьмую главу, и вот что я сделаю. Почитай немного. Буду делать комментарии с Библии в руках. Хорошо. Четырнадцатый стих. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть кто? Сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Что это за дух страха, о котором он говорит? Это закон. Вы не приняли дух закона Моисеева, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа чего? Усыновления. В четвертой главе послания к Галатам говорится, что Иисус искупил нас от закона, дабы нам получить духа усыновления. Дальше. Которым взываем. «Авва, Отче». «Сей самый Дух». Дух Святой — это Личность. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Скажите, «Тождество». Итак, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, нашему рожденному свыше Духу, той части нас, которая рождена свыше и совершенна. Он старается заверить нас, что мы абсолютно Его подобие. Мы дети Его. Он заверяет нас в этом. Если вы внимательно прислушаетесь, Дух Божий свидетельствует вам. Вы — Сын Божий. Вы — Дитя Божье. Ты — Сын Божий. Ты — Дитя Божье. Давайте я покажу вам, что происходит в то время, когда Дух Божий старается заверить вас в том, что вы — Дитя Божье. Ваше поведение говорит, «Никакой ты не Сын Божий». Ты посмотри, что ты делаешь. «Ну какой ты Сын Божий? Как ты себя повел вчера?» Вы на 100% праведны в то время, как вы растете. Теперь вы это видите, разделяя Дух, Душу и Тело. Вы на 100% праведны в своем Духе прямо сейчас, в то самое время, как вы растете в своей Душе и в своем теле. Но если вы позволите процессу роста, взлетам и падениям во время роста, происходящего в Душе и теле, если вы позволите всему этому убедить вас и заверить в том, что вы не изменились, заверить вас в том, что вы — все тот же старый грешник, каким и были, то вы закончите отрицанием тождества, в котором старается заверить вас Дух Святой. Вот кто вы. Вы — новое творение, которое создал Бог. Вы рождены свыше, соединены с Богом, один Дух с Ним. Вы запечатлены Духом Святым. Это и есть ваше тождество. Запечатлены Духом Святым, чтобы происходящее во время роста любое загрязнение, имеющее место во время этого процесса, не могло проникнуть в ваш совершенный рожденный свыше Дух. Скажите, я на сто процентов праведен, даже в то время, как я расту. Поняли это? Дух Божий старается убедить вас в этом. Теперь я люблю это. Итак, теперь я убежден в том, что я дитя Божий. Потому что, усыновив меня, Бог не написал у меня на лбу «усыновлен». Но посмотрите, насколько Он любит нас. Бог извлек из меня ветхую греховную природу и дал мне новую, созданную по образу Божьему. Бог говорит, «Вы — Мои дети». Ну разве это не что-то? Вы сидите с таким видом, «Когда же Бог все это сделал?» В день, когда вы уверовали. В день, когда вы уверовали, Он все это сделал. Потому я и говорю, вам надо понять, кто вы. Вы не можете позволить, чтобы ваше плохое, неправильное, неудачное поведение определяло то, кто вы есть. Когда вы ведете себя неправильно, это не вы. Это грех, живущий в вас. Это паразит, действующий в вашей душе и в вашем теле. В то самое время, как вы приводите свою душу и тело в согласии со своим рожденным свыше духом. Хорошо. Прочтем следующий стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Итак, я убежден в том, что я дитя Божье. Смотрите, если вы убеждены в том, что вы дитя Божье, то вы наследник. Вот это да! Я верю в то, что я наследник. Апостол говорит, что если вы убеждены в том, что вы наследники, то вы наследники Божьи. Что? Я имею наследство, приходящее ко мне от Бога. И знаете, в Новом Завете наследство уже пришло. При Новом Завете не такое наследство, которое приходит. При Новом Завете наследство прибыло, оно здесь. А где все это? Оно в новом творении, в вашем духе. Вы живете, имея в себе все, что когда-либо вам понадобится. Я скажу, и это покажется вам необычным, кто из вас верит в то, что освобождение в вас? Кто из вас верит в то, что исцеление в вас? Кто из вас верит в то, что преуспевание во всех областях вашей жизни в вас? Ваши деньги в вас. У кого-то из вас такой вид. Где? Продолжим. Наследники Божьи. Обратите внимание. Санаследники же Христу. А дальше условия, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Скажем, у нас, Таффи, совместный чековый и банковский счет. Раз у нас такой счет, то для снятия с него средств требуются две подписи. Одна моя подпись не приведет к никаким результатам. Неужели вы действительно думаете, что Иисус не поставил свою подпись? Каждое из обетований он уже скрепил свою подпись. Чеки уже отпечатаны и подписаны Иисусом. Какая еще подпись нужна, чтобы обналичить чек? Ваша подпись. Ясно, что мы говорим не о подписи ручкой. Так что это за подпись, необходимая для обналичивания чека? Верить. Я в это верю. Кто-то спросит, «А как мне узнать, что я верю?» Вот как я узнаю, что я верю. Я успокаиваюсь от трудов своих. Я пребываю в покое. Я говорю, как тот, кто верит в это. Я хожу, как тот, кто верит в это. Я действую, как тот, кто верит в это. Я отдаю, как тот, кто верит в это. Я планирую, как тот, кто верит в это. О, я верю. Мы — сонаследники Христу. Мы ставим свою подпись под обетованиями, под которыми уже стоит подпись Иисуса. В этом случае не может быть так, что вы живете, не имея того, что благодать сделала для вас доступным. Так и надо вести себя каждый день А не только лишь в данный момент Надо войти в согласие со временем Божьим Войти в согласие с Его сроками Бог ничего не даст вам не в то время А иначе это принесет вам вред Верить, значит, и я это уже видел Единственное, как вы можете откликнуться на Новый Завет Единственное, как вы можете откликнуться на этот завет благодати На Новый Завет Господь, я верю А все оставшееся время Спасибо, Господь Спасибо, Господь Я благодарен, и я воздаю благодарение Я благодарен, и я воздаю благодарение О, я благодарен, и я воздаю благодарение Я благодарен, и воздаю благодарение Пастор, вы уже это сказали Что-то я буду повторять снова и снова Пока не вложу это в ваши головы Я благодарен, и воздаю благодарение Малышу нужна обувь Она у меня уже есть Иисус дал моему ребенку обувь Я верю, что получил ее Спасибо, Господь Я принимаю ее прямо сейчас Посмотрели на ноги ребенка О, спасибо, Господь! Снова посмотрели. И в ваших мыслях, на которые влияет сатана, вы слышите? Да нет никакой обуви. О чем ты говоришь? Как это она уже здесь? Вот когда надо сказать так же, как и Иисус. Отойди от меня, сатана. Никто с тобой не разговаривает. Замолчи. Я говорю тебе, эта обувь реальна. Она существует. Я говорю тебе, она добротная. Слава Богу. И Бог вложил в меня все необходимое для моего ребенка. Она во мне прямо сейчас. Слава Богу. Я уже обналичил свой чек у Бога. И во имя Иисуса я верю, что получил эту обувь. Пока не начнете это делать, вы никогда не получите того, о чем я говорю. Но когда начнете делать, то получите результаты. И все время будете ударять дьявола по голове. Вы будете получать результаты и говорить дьяволу. Ты ведь знаешь, что будет, не так ли? Когда придут результаты, вы скажете. Дьявол, ты ведь знаешь, какой будет вся твоя оставшаяся жизнь. Поэтому в том, что касается меня, больше не открывай свой рот. Есть что-то в том, когда вы прорываетесь в духе. И прямо сейчас я пророчествую над вами о прорыве в духе. Слава Богу. Что значит прорыв в духе, о котором я сказал? То, что уже было сделано, готово прорваться. И это, когда вы его увидите, будет в месте проявления. Оно уже есть в духе и готово прорваться. Те ангелы, которых я видел в 2000 году, они всегда и были там. Им нужен духовный прорыв, чтобы нам остаться в живых. Обеспечение уже есть. Тот факт, что я его не вижу, не значит, что его не существует. Потому мы движим и не тем, что мы видим. Мы движим и не тем, что мы слышим. Единственное, чем я движим, как христианин, так говорит Господь в Новом Завете. А под этим Новым Заветом благодати, вот что он сказал. «О да, Господь, я скажу это. Я это скажу». Многие люди пытаются поставить свою верность себе в заслугу. Однако же Бог вознаграждает вас не за вашу верность, потому что он милостив больше, чем вы верны. Ну что, хорошо ведь? Хорошо? Он несравнимо более милостив, чем вы верны. И думаю, мы иногда смешиваем одно с другим. Мы думаем, что Бог это сделал по причине нашей верности, не признавая, что сделал Он это по своей милости. Слава Богу. А что Его милость? Она обновляется каждое утро. Хвала Господу. Мне не надо каждое утро отчитывать себя за недостаток верности. Я встаю и радуюсь милости Господа. Аллилуйя. Бог милостив. Я верю, что принимаю по милости Божьей, мне незачем заниматься самообещеванием, говоря, благословения нет из-за того, что я не был так верен, как требуется. Нет, нет. Хорошие в вашей жизни происходят не из-за вашей верности, а по милости Бога. Послушайте, с вашей верностью были такие проблемы, что потребовался Новый Завет. Проблема с вашей верностью стала причиной, почему в 6 главе Послания к евреям говорится, что если бы Ветхий Завет был совершенным, то не потребовался бы Новый. Бог такой добрый, что не стал вспоминать о своих требованиях к нам. Нет. Он о них вспомнил. И об этом сказано в той же самой главе. Он сказал, причина, почему потребовался Новый Завет в том, что требования, которые я предъявил вам в пустыне, вы не выполнили. Вы не исполнили свою часть Завета, поэтому я не исполнил свою. То есть, Бог говорит, что проблема была с вашей верностью. И Он говорит, для того, чтобы мне сделать все, что я хочу сделать, я уберу вас из уравнения, и теперь основой всего будет моя верность. Второе Послание Тимофея, 2 глава. Если мы не верны, Он пребывает верен. Таким образом, в центре внимания не наша верность, а милость Господа. Нам надо начать благодарить Бога каждый день за Его милость. Нам надо благодарить Бога каждый день за Его милость. Господи, спасибо Тебе за Твою милость. Вот от чего вам надо избавиться. От приписывания заслуг себе. Вы постоянно думаете, что хорошее происходит с вами благодаря вашим заслугам. Когда всю неделю с вами происходит хорошее, вы говорите, это происходит потому, что на этой неделе я молился каждый день. Да, еще я постился, пропустил три приема пищи. Ага. Я отказался от утренней закуски, от закуски в полдень и от вечерней закуски. О, Иисус! Когда речь идет о проявлениях того, что благодать сделала доступной, вы все время думаете, что происходит это благодаря вашей верности. А я понимаю, что это происходит благодаря милости Господа. Знаете, что это вызывает у меня помимо слез? Я так благодарен Ему. Потому что я не могу не хвалиться, не поставить себе что-либо в заслугу. Все, что я могу делать, это благодарить Бога за Его милость. Мы думаем, что милость нужна нам только тогда, когда мы не хотим, чтобы что-то с нами случилось. Так есть в этом суть милости. Когда что-то должно было произойти, но Бог не позволил этому произойти. То есть вы не получаете того плохого, что заслужили. Вы поняли? Вы не получаете того плохого, что заслужили. Хорошего вы ничего не заслужили. Поэтому все хорошее, по милости Господа. Вы ничего хорошего не заслужили. Ваш малыш не заслужил никакой обуви. Вы ничего хорошего не заслужили. Слава Богу! В этом и суть милости Божьей. Вы не получаете того плохого, что заслужили. Мы заслужили ад, и не заслужили ни одного ответа на молитвы, ни одного проявления благословения. Но Бог в Своей милости говорит, «Я дам тебе проявление благословения. Я уберегу тебя от ада. Я отвечу на твои молитвы. Я восполню твои нужды. Я дам тебе то, что ты хочешь». Бог в Своей милости говорит, «Я удивлю тебя». Бог в Своей потрясающей благости говорит, «И милости эти не будут такими, как вчера. Каждое утро, когда ты встанешь, милость моя будет обновляться». О, Иисус! Как удивительно! Слава Богу! Вы смотрите на свою хорошую жену. Не говорите, что заслужили ее, потому что вы такой крутой. Нет. Бог в Своей милости дал вам эту хорошую женщину. Слава Богу! Тоже относится и к жене. Не говорите, «Я заслужила такого мужа. У меня хорошая фигура, и я благочестивая». Нет. Муж дан вам по милости Господа. Вы тоже ничего не заслужили. Вот такое у меня было озарение. Я стал размышлять о том, чего я заслуживаю. Слава Богу за Его милость! Поднимите руки. Воздайте Господу хвалу за Его милость. Благодарите Бога за Его милость. Благодарите Бога за Его милость. Господь, я принимаю твою милость. Мы боремся за справедливость, но и справедливость — это действие милости Божьей. Аллилуйя! Эта истина приводит нас к тому, чтобы мы перестали смотреть на себя и признали присутствие Господа. Поэтому для преуспевания необходимо изобилие присутствия Божьего. Это произойдет тогда, когда вы, наконец, скажете «Ничего от меня!» «Все от тебя!» Когда вы будете во всем доверять Господу и ни в чем себе, тогда вы увидите, какие события начнут происходить. Слава Богу! Аллилуйя! Хвала Иисусу! Благословено Святое Имя Его! Я вам говорю, колесница здесь! Слава Богу! Колесница здесь! Аллилуйя! 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 Я изменяю свое время. А без изменения времени вера не могла работать. Это не вера в присутствие Божье, когда вы стараетесь убедить Бога что-то сделать для вас. Вера собирает то, что благодать уже сделала. Вера обращается в прошлое и приносит туда, где все, что совершил Иисус. Аллилуйя! Боже, мне все-таки надо вернуться к 8 главе послания к Кремлинам. Слава Богу! Благословено Святое Имя Его! О, я очень рад! Хвала Господу! Кто-то скажет, «Ну, брат, никакого приумножения я еще не увидел. Я так погружен в Иисуса, что не заметил, было приумножение или нет. Вам надо потеряться в Иисусе вместо того, чтобы дожидаться, когда что-то произойдет. Просто потеряйтесь в Иисусе. А когда снова навалятся беспокойные мысли, просто потеряйтесь в Иисусе. Почитайте. Потеряйтесь в Иисусе. Я говорил вам, как действует Иисус. Он действует тайно и спокойно. Происходит проявление благословения. Вы замечаете это и говорите, «О, когда же это произошло? Когда ты потерялся во мне, я, наконец, дождался, что ты ушел с пути. Пока тебя не было, я решил сделать все, что ты пытался делать». Слава Богу! Аллилуйя! Я стараюсь потеряться в Иисусе. Я стараюсь потеряться в Нем. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Каждый день своей жизни вы поглощены личностью благодати. И вы понимаете, что эта личность даст вам благодать на благодать. Благодать на благодать. И еще более благодати. Приходит благодать и приносит еще больше благодати. Это как волны. Благодать на благодать. Она никогда не кончается. Она никогда не иссякает. В то время, как другие жалуются и не могут разобраться в жизни. Вы теряете спасителей. Слава Богу! Я просто счастлив. Говорю вам. Стараюсь закончить проповедь, но я счастлив. Кто-то спросит, «Счастлив по какой причине?» Счастлив по причине Иисуса. Знаете, беспокоиться о чем-то значит не верить в то, что сделало доступным благодать. Если у меня стресс, значит я не верю в то, что вера сделала мне доступным. Аллилуйя! Люди благодати все время хотят отдавать. Вы помните верующих из Македонской церкви? Павел рассказал им о своей нужде, и помните, что произошло с ними? По поводу сказанного в восьмой главе «Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». Происходит дискуссия. Богословы спорят о том, обнищал ли Христос только в духовном смысле, или и в физическом, чтобы мы стали богатые физически, а не только духовно. Рассматривая этот вопрос, надо всегда принимать во внимание законы толкования. Контекст сказанного определяет, в каком смысле использовано слово «обогатились». Контекст — ключ к пониманию написанного, определяющий факторы. контекст, время, аудитория. Все это становится ключом. Павел обратился к Македонской церкви, члены которой не были богатыми людьми. Однако благодать Божья стала настолько доступна им, что они начали отдавать. Благодаря благодати Божьей они стали отдавать превыше своей способности отдавать. То есть вначале им нечего было отдавать. Но вот каким-то образом они стали отдавать превыше своей способности отдавать. они буквально упрашивали Павла, «Пожалуйста, прими наш дар!» Павел был очень удивлен. Но мне понятно, что девятая глава вышла из восьмой главы. Когда вы под воздействием благодати, люди благодати отдают, и у них нет с этим проблем. Людей, наполненных благодатью, просто невозможно остановить отдаяние. Я постоянно наполнен благодарностью. Я постоянно наполнен благодатью. Услышав о милости Божьей, я могу откликнуться на это только благодарностью. И к этой благодарности я приложу даяние. Вы хотите отдавать, потому что благодать делает вас щедрыми. А раз вы щедрый, вы хотите отдавать. Так произошло и с Македонской церковью. Они наполнились благодатью. Стали отдавать. И стали отдавать так, что это превышало их способность. Помните, что говорит апостол в следующей главе? Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Почему? Потому что вы отдали, и отдали превыше своей способности. Благодать подвигла вас отдавать. Теперь можно ответить на вопрос, какое обогащение имелось в виду? Духовное или физическое? И то, и другое. И то, и другое. Не бывает физического успеха без успеха духовного. Иисус показал, какое обогащение имелось в виду. Даже о его одежде бросали жребий. Иисус отдал все свое земное имущество, чтобы вам не пришлось этого делать. Таким образом, на кресте Иисус обнищал в духовном и физическом смысле. Для чего? Чтобы вы стали богатыми и духовно, и физически. Вы слышите, что я вам говорю? Когда к вам приходит благодать, она дает вам силу делать то, чего сами вы делать не можете. Что происходит, когда к вам приходит благодать? Она избавляет вас от страха и от всего прочего, мешавшего вам сделать то, что вам надо было сделать. Послушайте, что говорит Писание. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство. Вы это кто? Члены Македонской Церкви. А что произошло? Появились колесницы. Мы так углубились в изучение благодати, а колесницы не появляются. Говорю вам, они появились. Выгляните в окно. Колесница здесь. Я буду повторять об этом, пока вы не решите об этом прочитать. Почему он постоянно говорит о колесницах? Что это? Откройте свою симфонию. Найдите слово «колесница» и узнаете. Прочтите все местописания, и тогда поймете, о чем я говорю. Когда найдете, увидите, что колесницы нагружены добром и преуспеванием. Аминь. Ибо думаю, считаю, считать — это бухгалтерский термин. Ибо считаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении о, хорошее место, чтобы остановиться на нем. Стою славою, которая откроется. Где? Где слава? Где слава? Христос вас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения. Так что же вы ищете славу Божью где-то еще? Гарантирую вам, в этом году вы услышите от многих людей, «Этот год будет годом, когда проявится слава Божья». А я говорю, «Этот год будет годом, когда вы, наконец, позволите ей проявиться в вас». У вас столько же славы Божьей, сколько и в великих проповедниках. Вы подумайте, о чем вы молились и просили Бога, при том, что понимаете теперь, что есть в вас. Это все равно, что просить стакан воды, в то время, как у вас ее пять литров. Вы посмотрите, как это выглядит со стороны. Я хожу с пятилитровым баллоном воды и при этом прошу, «Господи, дай мне немного воды, дай мне немного воды». А Бог смотрит на вас. «О, Господи, дай мне преуспевание». Я уверен, что в это время на небесах спрашивают, «Ты почему так себя ведешь? Разве не видишь, что у тебя уже есть?» Налейте мне стакан воды, а у вас баллон. Как это выглядит? У вас баллон воды, и вы просите немного воды. Забудьте о стакане. У вас баллон. Он ваш. Можете пить. Так и со славой. «О, Господь, покажи мне славу Твою». Господь говорит, «Это ты покажи мне».